Состояние спасенного в Магнитогорске 10-месячного младенца Ванифокина врачи оценивают как стабильное с некоторым улучшением. Об этом сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения. Мальчик проходит лечение в московском НИИ, неотложной детской хирургии, травматологии. Там находится и наш корреспондент Алексей Каткан-Напко, он с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте. Расскажите, удалось ли врачам стабилизировать состояние малыша? Да, коллеги, здравствуйте. Но нам здесь судить об этом достаточно сложно. Все-таки точно об этом могут сказать только сами врачи. Те, что находятся сейчас возле самого ребенка, внутри НИИ детской травматологии. Но понятно, что палаты интенсивной терапии – это не то место, куда постоянно пускают посторонних. Прессу только накануне. Там удалось побывать нашему оператору. Ну а сегодня нам приходится узнавать новости только от Минздрава. И вот, пожалуй, главная новость. Действительно, у ребенка есть небольшое улучшение состояния. Давайте послушаем, что сказали в министерстве. Состояние 10-месячного Вани Фокина, находящегося в реанимационном отделении Московского НИИ, неотложной детской хирургии и травматологии, врачи оценивают как стабильное. Даже с некоторым улучшением. Ночь ребенок провел спокойно. Отмечается нормализация лабораторных показателей. Ну, то есть, можно говорить действительно об улучшении. Однако, еще накануне состояние называли стабильно тяжелым. И, как говорили врачи, по опыту первые 3-4 дня – это самая рискованная зона. Именно в эти дни стоит ждать осложнений. Это, впрочем, не значит, что они обязательно должны быть. Но, по крайней мере, могут быть. Но у мальчика сейчас так называемый краш-синдром – это травмы, которые получают только на крупных катастрофах. В первую очередь, техногенных. Это те травмы, после которых длительное время пациенты не получают первой медицинской помощи. Но еще этот синдром называют, например, компрессионными. Эти травмы называют компрессионными. Органы, ткани находятся в ишемии, то есть в обескровленном состоянии. В частности, вот такому воздействию, а также морозу подверглась нога малыша. Но, как и говорили врачи накануне, она сейчас порозовела. И в этом смысле тоже есть улучшения. Но, конечно же, в первую очередь опасность представляет закрытая черепно-мозговая травма. Однако, как сказала Вероника Скворцова накануне, мозг полностью сохранен. Это прямая цитата. Ну, что это конкретно значит, Вероника Скворцова не конкретизировала. Но, наверное, можно говорить о том, что каких-то серьезных последствий, необратимых последствий удастся избежать. Также практически удалось стабилизировать работу почек. Их функция тоже могла быть нарушена в результате того самого краш-синдрома. Ну, и, как говорил Леонид Рошаль, президент НИИ детской хирургии, сейчас в первую очередь нужно вывезти ребенка из вот этого стабильно тяжелого состояния. Избавиться от последствий, в первую очередь, обморожения. Только после этого проводить какие-то операции, какие-то серьезные шаги, если они понадобятся. Алексей, спасибо. Алексей Конопко из НИИ неотложной помощи рассказал, как чувствует себя спасенность под завалов Ваня Фокин. Ребенок провел 35 часов на 20-ти градусном морозе. Ребенок провел 35 часов на 20-ти градусном морозе.